Вечер вторника, а значит настало время для программы «Простые вопросы» в студии Виталий Сопрыкин. Сегодня поговорим о грантовой поддержке активных югорчан, в частности людей, которые связаны с НКО, не коммерческими организациями, не имеющими в качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли, но помогающие людям, то есть в социально ориентированных организациях. Государство их поддерживает, в том числе финансово. Вот сейчас мы узнаем о том, как это происходит, кто может получить такую поддержку и какие новшества будут со стороны властей региона. У нас в студии главный эксперт в этом вопросе, генеральный директор фонда гражданских и социальных инициатив ЮГРЫ Яков Самохвалов. Яков Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, удивительно, но не все люди знают, что такое некоммерческая организация и зачем она существует, если она не извлекает прибыли. Есть сложность определений некоторая. То есть если мы спросим человека, знает ли он, что такое НКО, он, скорее всего, ответит нет. Но если мы спросим, сталкивались ли вы лично с различными социальными проектами, может быть, вам кто-то помогал, может быть, где-то волонтерили и помогали кому-то, здесь скорее ответ будет да, потому что по последним исследованиям, которые проводят несколько социологических групп, большое количество россиян, порядка 80%, так или иначе участвуют в волонтерской добровольческой деятельности, а основными инициаторами этой деятельности является как раз НКО. То есть вот, знаете, такой парадокс, вроде не знаем, что такое НКО, но в работе принимаем участие. Ну работаем на НКО. Да, но работаем. Но если говорить коротко, то действительно это объединение людей, которые собрались для того, чтобы решить какую-то социальную задачу. Ну вот получается, что люди собираются, чтобы решить какую-то социальную задачу, не извлекая из этого прибыли, тратят в свое время силы и средства. Да, совершенно верно. То есть и насколько это движение за последнее время даже у нас в округе выросло, скажем так? Ну оно выросло кратно, но опять же здесь нужно, скажем так, разграничивать как организационно-правовую форму юридического лица НКО. Это такая достаточно зарегулированная форма, нужно предпринять ряд усилий, чтобы ее зарегистрировать. Тем не менее численность НКО в стране растет. У нас в некоммерческом секторе региона также наблюдается определенный рост. То есть если мы говорили еще 2-3 года назад, что у нас некоммерческих, социально ориентированных около 1200 организаций, то сейчас уже уверенно можем говорить, что это 1700. А общее количество некоммерческих организаций более 2000, но социально ориентированных именно, которые созданы для того, чтобы помогать окружающим, это вот порядка 1700. Но это такой общий федеральный, общий российский тренд на увеличение количества таких организаций. Сколько у нас в увеличенном людей, югорчан в эту деятельность? Да, по данным Росстата, в целом, в деятельности некоммерческой организации, в среднем по стране принимают участие в одной НКО, это минимум 3 человека. Ну такое минимальное значение, если брать в целом. То есть можно там нехитрые манипуляции произвести, посчитать. То есть по стране их порядка 75-120 тысяч, в чем сложность подсчета, есть зарегистрированные, но есть те, которые просто созданы, но без юридического лица. И поэтому здесь вот разные оценки могут быть, кого будем считать. Но в целом это вот где-то на одну НКО приходится там 3 человека, активно участвующих в ее работе. Активно это значит, ну там ежедневно, да, то есть какую-то часть своего времени тратят. И еще больше, это вот порядка 80% по стране людей, которые так или иначе помогали. Ну то есть либо это там частные пожертвования, допустим, да, либо это там непосредственно сама помощь. Вот сейчас в период пандемии особо актуально была такая добровольческая волонтерская акция «Мы вместе» на уровне федерации ее организатором стали крупнейшие волонтерские организации и некоммерческие, допустим, там ассоциации волонтерских центров, волонтеры-медики, ну и ряд других. Вот, кстати, за время пандемии волонтерская деятельность, она как-то получила какой-то всплеск или наоборот пандемия погасила это? Ну, конечно, она не могла не сказаться пандемия, но она как раз таки сказалась как такой спусковой крючок. Всегда вот чего-то не хватает, то есть вроде, если есть время небольшое, хочется в чем-то поучаствовать, но всегда есть какие-то альтернативы. И вот когда пришла беда, практически там, да, вот во все страны постучалось в виде вот этой коронавирусной инфекции, огромное количество людей оказались в очень сложных ситуациях, и экономических, и социальных. И, конечно, вот это стало поводом для того, чтобы, ну вот точно как-то вот выйти из дома и начать помогать. А сделать это достаточно было просто, и сейчас остается достаточно просто. Можно стать участником такого большого волонтерского корпуса в Югре и выполнять заявки на помощь в доставке, допустим, продуктов, либо медикаментов тем гражданам, которые сами это сделать не могут. Это, может быть, одиноко проживающие пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи. И сейчас, чтобы не нарушать, скажем так, не подвергать себя излишней опасности, не посещать людные места, к которым относятся аптечные пункты, поликлиники и так далее, можно попросить волонтера, отзывчивого человека, который, может быть, живет с тобой в одном районе, в одном доме, и ему по пути он с удовольствием это сделает и принесет. То есть вот как раз-таки взаимопомощь, она получила очень большой толчок для развития. Но не перекладывание ли это, скажем так, функции государства и обязанности государства на частную лицу? Ни в коем случае. То есть вот, скажем так, это же идет действительно по доброй воле, да, и никто не может запретить человеку помогать друг другу, да, вот людям между собой. Это нормальное, в принципе, состояние общества, когда вот там уровень доверия, ну, во-первых, ты впускаешь в свой дом незнакомого человека. У нас переписчиков не пускают. Вот абсолютно верно, а волонтеров пускают. К волонтерам, надо сказать, наибольший рейтинг доверия сейчас в обществе, потому что те люди, которые действительно помогают. И это причем такая не картинная история, которую можно почитать в газете или увидеть там в интернете или по телевизору, это те люди, с которыми ты реально сталкиваешься, когда тебе нужна помощь. Поэтому вот армия, такой институт государственный, который пользуется доверием общества и, соответственно, такое общественно-политическое явление, как волонтерство, тоже сейчас очень на таком подъеме и среди граждан большая степень доверия. То есть я так понял, что доверие осталось у нас только к армии и к волонтерам, все остальные... Ну, статистически, статистически это так. То есть основной институт это армия, ну, такая сила защиты, мы верим в то, что нас защитят, мы в безопасности. И верим в то, что мы способны друг другу помогать. То есть здесь, наверное, акцент нужно делать не на самих институциях, а скорее на том, что за ними стоит. То есть это вера в безопасность и готовность помогать друг другу. Я так понял, что волонтеры и военного впустят в квартиру. Ну да. Вы, переписчики, как-то вот не получили доверия, как выяснилось, не везде. А зачем государству финансировать НКО и вообще сколько у нас, кстати, заявок подано в этом году? Заявок несколько сотен. То есть ежегодно мы получаем 500, примерно 600 заявок. В этом году у нас состоялся уже первый конкурс, второй конкурс. Вот уже скоро завершим прием от заявок. Это произойдет 19 ноября, еще есть время успеть. Но уже сейчас понятно, что это будет порядка 600 заявок, которые мы получим по году. А отвечать на вопрос, ответ на вопрос, зачем государству помогать, он, в общем-то, ну вот если посмотреть со стороны государства, то там основной закон Российской Федерации, Конституция, четко гласит, что к основным направлениям вообще деятельности правительства относится поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, волонтерство. То есть вот на общероссийском голосовании по поправкам солидарное большинство граждан Российской Федерации определило, что это есть приоритет государства. То есть сами граждане так решили. Поэтому органы публичной власти, ну, обязаны выполнять законы Российской Федерации, это первая история. А вторая, это абсолютно естественный процесс. Да, то есть вот, скажем так, помощью является уже то, что им не препятствует, во-первых. В нашей стране это хорошо. И уже там сложилась очень прочная, хорошая система работы взаимодействия. То есть волонтеры помогают, некоммерческие организации решают большое количество таких острых социальных проблем. Это действительно помощь. И людям нужно, ну, есть потребность самовыражаться, быть нужным и реализовывать вот эту свою энергию. Поэтому, конечно же, там, органы местного самоправления, органы государственной власти делают, там, ну, все возможное для того, чтобы у людей были эти возможности. Для того, чтобы реализовать их было проще. Какие суммы тратятся вот ежегодно на поддержку, скажем так, вот НКО у нас в округе? Ну, мы можем сказать, вот, например, по своему грантовому фонду, грант-губернатора автономного округа, средства, выделенные целевым образом. У него такая интересная история, это консолидация из разных государственных программ. То есть раньше, допустим, была там государственная программа, мероприятие в государственной программе по развитию образования, культуры, там, ну, и ряд других. И там были какие-то небольшие конкурсы или какие-то мероприятия, направленные на поддержку НКО. Ну, и, соответственно, в Югре было принято решение консолидировать эти средства в одном фонде, для того, чтобы было понятно, как они расходуются, были понятны правила, по которым они расходуются. И, главное, какой эффект от реализации этих проектов, чтобы мы могли сравнивать, сколько мы тратим, сколько мы получаем чего. Ну, вот я могу сказать, что из бюджета автономного округа в этом году выделено 120 миллионов рублей. Плюс нам удалось привлечь на софинансирование этих конкурсов порядка 60 миллионов от фонда президентских грантов из федерального бюджета. То есть это порядка 180 миллионов на поддержку гражданских инициатив развития НКО, сектора, добровольчества, в этом году еще и креативных сообществ. Вот эти 180 миллионов, а кому вы их раздадите? Кто эти люди вообще, которые приходят? Ну, мне очень нравится такое слово «раздавать». То есть оно только немножко коннотацию имеет не очень положительную, на мой взгляд. Все-таки это нужно вообще доказать, что именно твой проект нужен людям. Вот это отдельная тема, кстати. Да, нужно доказать, убедить эксперта. И там вся методология конкурсная на этом стоит. Среди кого они распределяются по конкурсным условиям. То есть есть некоммерческие и социально ориентированные организации, которые предлагают свои проекты. Есть физические лица. Любой человек старше 14 лет может предложить свою инициативу и получить гранд-губернатора для физлица, для того, чтобы в течение года реализовать свой проект на территории автономного округа. И третий участник – это ресурсные центры. Здесь такое ношество, что в этих конкурсах могут принимать участие также и бюджетные организации. То есть государственные учреждения и муниципальные учреждения. Это первый раз такая история. Но это нужно для чего? Вот фонд гражданских инициатив, как основной институт развития, он находится в Хантамансийске. Автономный округ очень большой. И вот эта активность, она в разных муниципалитетах. И потребность в профессиональных людях, которые могут помочь, подсказать, научить, объяснить, она есть везде. Поэтому мы придумали такую грантовую линию отдельную, для того, чтобы появились компетентные люди. И гарантированно в течение двух лет занимались тем, чтобы развивали никого на местах. И вот это там третий конкурс, который у нас появился. С чем в основном люди приходят? Какие направления у нас? Ну вот для Югры очень характерная такая история, что направление в сфере пропаганды здравообраза жизни, физической культуры и спорта, она всегда была на первом месте. То есть порядка там, наверное, 30%, наверное, даже до 40% в некоторых конкурсах всех заявок, которые подаются, они подаются в этом направлении. Ну это объяснимо достаточно сформулировано очень широко. То есть все, что про здоровье, оно попадает туда. Поэтому, наверное, еще она такая широкая самая. Ну вот далее у нас следует эта забота о тех людях, которые в этом больше всего нуждаются. То есть это социальная защита, социальная помощь различным группам граждан, которым действительно это необходимо. Ну и далее местами от конкурса конкурса могут меняться на третьем-четвертом месте образование и культура. Образование – это различные проекты просветительские. Это передача новых знаний. Либо там наставничество, либо это дополнительное образование для детей. Ну а в сфере культуры – это действительно такое очень интересное направление, которое сейчас усиливается и набирает обороты, связанные с развитием креативной деятельности в автономном округе. В целом по стране это возможность для, может быть, начинающих авторов, для начинающих художников, для коллективов, для различных групп по интересам. Получить какие-то средства и реализовать свою творческую идею, либо научить кого-то передать свои знания. Тиктокеры не входят в эту группу? Входят. Тиктокеры у нас теперь могут? Могут, да. Можно получить финансирование, но если контент, который будет на этой популярной площадке распространяться, будет полезен. То есть все-таки социальная польза доминирует над формой. Не так важна площадка, хотя она важна с точки зрения того, сколько там людей находится. Поэтому важно туда приходить с правильным, хорошим контентом, который можно распространять. Не означает ли, понимаете, вы назвали, что на 30-40% это у нас отрасль все же связан со здоровьем. С другой стороны, если посмотреть, а может быть это потому, что у нас так не развита эта отрасль, что люди туда идут и хотят еще помочь и развить, что-то сделать? Вот если посмотреть как раз-таки на тематику самих проектов, то есть что люди предлагают. Это различные экстремальные забеги. То есть это, как правило, то, что не предлагается на сегодняшний день государственными учреждениями, например. Это различные соревнования, где, допустим, Лига дворового футбола. Это все работающие, вполне все зрелые люди, которые с удовольствием хотят вспомнить, как они были мальчишками, гоняли футбол во дворе, пока маму не позовет домой. То есть вот такая история очень искренняя, очень простая с точки зрения организации. Ну что нужно там? Значит, судья квалифицированный, да, то есть какие-то нормы элементарной безопасности соблюсти. Инвентарь спортивный, да, и, в общем-то, договоренности с органами местного самоправления, чтобы все там правильно было организовано с точки зрения, опять же, общественной безопасности. В принципе, достаточно просто, но там целых два дивизиона, огромное количество команд, все играют, все радуются. Ну, вот как раз инициатива попадает в это направление развития физической культуры и спорта. Любительский спорт – это одна из национальных целей, кстати говоря, появление возможности для людей систематическое занятие спортом. Нравится футбол? Пойди поиграй. Или придумай и сделай проект, который позволит поиграть в футбол прямо у тебя во дворе. Вот на вашей памяти из инициатив НКО, из таких вот инициатив, что-то вырастало в нечто большее, то есть, я имею в виду, можно на государственный уровень. Поскольку достаточно много направлений, скажем так, есть такие заметные проекты, которые от инициативы переросли в системную деятельность НКО. Это очень важно. Почему важно? Потому что это как раз касается направления социальной защиты и социальной поддержки. Допустим, НКО пробирует какую-то методику по работе с особенными детьми в рамках гранта. Она действительно успешна, есть какие-то результаты хорошие, у детей есть хороший прогресс по здоровью и так далее. Привлекаются дополнительные специалисты, которые обучают наших на местах. И потом эта некоммерческая организация, прочно стоящая на ногах, может оказывать эти услуги где-то на льготных условиях, где-то бесплатно, где-то за родительскую плату, где-то комбинированно. Но расширить количество детей, которым доступна эта услуга, это возможность реабилитации, получить эту услугу. И это уже такой надежный партнер как раз-таки государства по оказанию помощи этим детям. Но появилась эта история, допустим, благодаря, вот сначала люди объединились, потому что это их личная такая боль, да, там родительская. Они сами стали, в первую очередь, профессионалами в этом, получили поддержку, пробировали технологию, привлекли специалистов и оно поехало. То есть вот такие инициативы, они есть, их достаточно много, они появляются с каждым годом. Но нам нравится еще другая история, отслеживать, скажем так, траекторию вот этого лидера человека, да, энергичного лидера, который пришел сначала так робко со своей инициативой на какую-нибудь консультационную площадку нашу, на какой-нибудь форум или на образовательную программу. Очень не смело высказывает какие-то свои предложения, как можно там реализовать ту или иную идею, какой-то проект и так далее. А потом он по мере того, как он растет, у него появляется этот проект, к нему в проект приходят волонтеры, люди, которые готовы его поддерживать. И через какой-то промежуток времени, там через год-два мы видим сильного лидера, уверенного в себе, с четко работающим проектом, с финансированием, которое он привлек, и с большим количеством людей, сторонников, которые его поддерживают. Вот эта вот траектория социального лидерства, мы видим, что подтверждается главный тезис. То есть вот эти возможности, это по сути дела реально работающий социальный лифт. Если человек может что-то сделать полезное, для него есть эта возможность, и он может сделать что-то полезное. Яков, такой вопрос. Как говорят, 99 или 97% стартапов погибают в первый год. Вы же, наверное, отслеживаете и нисходящую линию. У нас сколько выживает, скажем так, вот этих проектов объективно? Да, смотрите. Поскольку мы мыслим в проектной логике, проект имеет обязательно начало, обязательно конец, он ограничен в сроках. Поэтому вот как таковой выживаемости проекта после гранта, мы фактически, скажем, не должны концентрироваться на этом, потому что проект точно должен закончиться, иначе это не проект. А если это не проект, он просто не получит грант. Если это некое финансирование системной работы, деятельности, это другая совершенно история, тоже правильная и нужная, но в рамках других программ. Мы все-таки занимаемся тем, что поддерживаем проект, который ограничен, точно мы понимаем, какой результат мы получим конкретно в этот промежуток времени. Поэтому нам гораздо больше интересно, насколько прочными становятся социальные связи благодаря социальным проектам, не распадаются ли они после того, как проект закончился. Вот здесь мы можем сказать, что есть один такой важный показатель, это процент возвратности, то есть какое количество организаций или заявителей приходит на второй конкурс и с какими проектами. Несут они то же самое, либо у них возникают новые идеи и проекты, но это те же люди или это вообще совершенно новые. Поэтому здесь вот постоянно такой два показателя. Первый это какое количество возвращается, то есть они не распались эти социальные связи, они продолжают работать. А второй все-таки мы заинтересованы в том, чтобы появились новые лица, появлялись новые инициативы, и поэтому очень важен процент новичков так называемых. И порядка 38% это всегда новички, мы с 2019 года этим занимаемся. И каждый конкурс порядка 30-39% это те, кто ранее никогда не получали никаких грантов, они просто в системе, просто как новички, белое такое, белое поле, ничего у них нет, бэкграунда нет, и только сейчас они заявляются и побеждают. Так а не проще ли давать деньги тем людям, которые уже успешно реализовали проект, вы знаете, что вот он два года существовал, этот проект, да, он закончился. И вот они приходят к вам заново, говорят, мы вот, ну чуть-чуть другой проект, ну почти такой же, но дадите. Те же люди. Дадим, если проект хороший, если эксперты их оценят, и там баллов достаточно будет, дадим. Но, опять же, методология, то есть это же не рулетка, да, то есть я поучаствовал, выиграю или не выиграю, там, это не там комбинация цифр каких-то, да, случайно совпавших. Это все-таки какая-то определенная закономерность, то есть мы выбираем победителей не случайным образом. То есть это зерно какое-то. Методика, да, и если проект видоизменился, он, это не то же самое, что они год назад принесли, они, ну в прошлый раз там прокатило, мы сейчас тоже хотим. Вот такие точно не победят, вот такие точно не получат ничего, потому что эксперту видно прошлый проект, прошлую заявку, он понимает, что они не прогрессируют, они скопировали то же самое. И вот критерии будут снижены просто-напросто за это. А если будет виден прогресс, если будет видно, что при незначительных вложениях снова в этот проект мы кратно увеличиваем социальный эффект, который доказан по итогам первого конкурса или там первого предыдущего гранта, то, безусловно, там будет, ну такая, принцип мультипликации, да, то есть увеличение шансов на то, что тебя поддержит. Хорошо, шансы увеличиваются, суммы увеличиваются, нет? Какая вообще, какая сумма средняя вот идет на проект? Ну, средняя сумма в районе миллиона двести, миллиона рублей, вот где-то так. То есть для новичков у нас есть такая быстрая грантовая история, можно заявиться, ты вот недавно буквально был создан, ты можешь уже заявиться, но получить не более 500 тысяч рублей. То есть вот до 500, пожалуйста, там попробуй свои силы, значит, докажи, что ты там всерьез, что ты не имеешь никаких там умыслов нехороших, реализуй свой проект и так далее. Дальше посмотрим, что с тобой будет. А для более опытных организаций, которые зарегистрированы дольше, имеют положительную грантовую историю, знаете, как кредитная история банка. Я понимаю, да, это сразу пролель такая. Да, в нашем случае есть такая похожая аналогия, то есть если бэкграунд положительный, рисков меньше, мы понимаем, что люди умеют работать с этими деньгами, они понимают, как с ними работать, понимают, что от них требуется и так далее, то там, конечно, сумма может быть выше. Сейчас, по-моему, самый большой грант, который мы выдали, он порядка 5 миллионов рублей, самый маленький, и он, по-моему, 73 тысячи рублей. То есть вот такой разбег. Яков, а назовите самый нелепый проект, который вы увидели? Боюсь обидеть авторов. Ну, скажем, ладно, хорошо, самый такой необычный. Самый необычный, вот просто по названию, вот я стараюсь вообще до экспертизы, вот пока она не закончится, особо не вникать в заявки, вот лично я, чтобы у меня вот не возникло там интереса к какому-нибудь проекту, и меня кто-нибудь не заподозрил в том, что я кому-то подыгрываю или наоборот на кого-то обозлился. То есть я вот, как правило, знакомлюсь глубоко с проектами после того, как они уже оценены, и мы выносим это на экспертный совет. И вот мое внимание, и до сих пор, я помню, клуб гриболюбов в городе Ханты-Мансийске привлек мое внимание, потому что действительно люди изучают вот эту форму жизни грибы, которые произрастают в лесах вокруг города Ханты-Мансийска. И это на научной платформе, на самом деле, на научной платформе, да, все там легально, все хорошо. Но вот просто сама идея, она, конечно, очень такая интересная и неожиданная, я бы сказал. У нас две минуты до конца эфира осталось. Давайте вот обсудим такой вопрос. Человек пришел, попросил у вас деньги, потом потерялся и обнаружился в Таиланде и так далее. Да. На пляже. Значит, тут такая история, что система неплохо защищена от таких товарищей, гастролеров. Чтобы получить деньги вот в полном объеме, нужно до этого выполнять определенные шаги. И деньги предоставляются траншами. Ну, то есть, первый транш отработал, отчитался, получил второй транш. То есть, всей суммой мы не рискуем никогда практически. Не даете. Да. И нужно сначала что-то сделать, мы проверяем и так далее. Далее есть следующая история, текущий контроль. То есть, получатель гранта отправляет все платежки нам на проверку. И куратор, ну, это сотрудник фонда, который следит за реализацией этого проекта. Но на самом деле мы так не позиционируем его таким контролером прям. Это скорее такой помощник, который там подскажет, что вот вы там смотрите, сроки не пропустите. Я вам напоминаю, у вас вот здесь вот запланировано такое-то мероприятие. Состоится ли оно? Может, лучше перенести? Ну, и так далее. И каждая платежка, прежде чем пойти в оплату, проверяется этим человеком на предмет совпадения с тем, что вообще было написано в проекте. Если это вообще разные там вселенные, то она просто не проходит и, соответственно, деньги никуда не уходят. То есть, они надежно защищены, потому что мы работаем через определенные банковские возможности, имеем доступ к этим счетам, мониторим их и акцептуем каждый платеж. Ну, я так понял, что если вы увидите там в платежке билеты в Таиланд, то вы просто денег не дадите. Совершенно верно. Вот на этой оптимистической ноте наш эфир подошел к концу. Я благодарю Якова Самохвалова за то, что он подробно разъяснил нам, как югорчане могут получить поддержку со стороны государства при реализации социально значимых идей. Я с вами прощаюсь. До следующего вторника в эфире телеканала Югра. Редактор субтитров А.Семкин